приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня у нас зона варенки не шучу на самом деле сегодня делаем вареную колбаску чайная вареная чайная второго сорта по альбому абрама конникова 1938 года альбом очень классный в нем собраны гост ссср 1938 года ссылку на скачивание альбома найдете в описании видео ну и как бы если вы постоянный зритель то знаете а если зашли вновь на наш канал мы приготовили очень большое количество рецептов из этого альбома рецепты все потрясающие заходите в плейлист колбасы смотрите ну практически все мы уже переготовили и вам того рекомендуем как бы тоже попробовать колбаски по гостам 38 года мы детально в каждом нашем видео рассказываем по поводу каждой колбасы показываем как ее сделать в общем будет просто а сегодня будет еще интересно и вкусно для приготовления чайной колбасы второго сорта нам понадобится 700 но я говорю на килограмм сырья вообще все ингредиенты и пошаговый рецепт приготовления колбасы вы найдете в описании видео очень многие просят озвучивать просят озвучивать поэтому озвучиваю 700 грамм говядины второго сорта мы взяли гуляш то есть вот он с прожилками но такой хороший гуляш попался не знаю практически как вырезка ну в общем 200 грамм свиной грудинки и 80 грамм свиного шпика что касается созревания мяса не используйте только купленное мясо дайте ему созреть говядина должна после того как вы ее купили созреть но если вы покупаете свежее мясо на рынке если покупаете в магазине конечно она там уже созрела поверьте до вас если вы покупаете свежую говядину на рынке значит ее надо поместить в холодильник при температуре 24 градуса батери 4 чтобы она созрела минимум 8-10 дней тогда у вас получится вкусная варенка это в принципе касается всех колбас но особо критично для варенки и для сыровяленных колбас далее о специях все специи и все ингредиенты принципе для приготовления этой колбасы вы можете приобрести в интернет-магазине аромат дерева ком ю а ссылку на этот интернет-магазин я и на каждый товар в отдельности я оставлю в описании видео чем мне понравился этот интернет-магазин то что практически все товары для приготовления крафтовых колбас можно приобретать в магазине очень не люблю когда в одном месте надо покупать нитритную соль в другом месте оболочку мне удобнее работать вот когда готовим какой-то рецепт в одном магазине все заказал все тебе пришло одной посылкой один раз заплатил за доставку и поехали и так нам понадобится крахмал картофельный крахмал 2 процента от веса мяса то есть грубо говоря если на килограмм продукции то 20 грамм посолочная смесь по поводу посолочной смеси расскажу отдельно во всех рецептах 1938 года используется селитра мы под каждый рецепт исходя из более поздних гостов подбираем количество посолочной смеси на основе нитритной соли в данном рецепте если используем посолочную смесь из 9 граммов нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 6 процентов и 9 граммов обычной поваренной соли нитритную соль кстати по очень вот нитритная соль по цене для меня всегда является показателем ценовой политики интернет-магазина который продает товары для крафт крафтовых колбас так вот интернет-магазине аромат дерево комью а очень меняемая цена на нитритную соль далее сухой гранулированный чеснок молотый кориандр молотый черный перец сахар обычный песок и коллагеновая оболочка вареную чайную второго сорта можно делать двух вариантах оболочки можно сделать натуральные оболочки то есть кишки диаметром калибром 40 50 миллиметров либо в коллагеновая оболочки я предпочитаю коллагеновую оболочку мне с ней приятнее работать более прогнозируемо вообще это выбор каждого я не очень люблю если честно с кишками разиться это история всегда ларисе достается она тоже не очень любит в общем используем коллагеновую оболочку тоже не окрашенная тоже от интернет-магазина аромат дерева комью перед посолом мясо следует измельчить свинину будем засаливать в кусках нарежу ее вот таким вот такими вот кусочками а говядину еще и измельчу на мясорубке с крупной решеткой в данном случае используем решетку с диаметром отверстия 20 миллиметров далее добавляем посолочную смесь сахар хорошенько перемешиваем и засаливаем мясо мясо тоже тщательно перемешиваем а нам очень важно чтобы она просолилась абсолютно все следите чтобы мясо каждый кусочек мяска получил свою порцию в посолочной смеси далее перекладываем мясо в любой контейнер то есть либо емкость с крышкой либо обычный контейнер в котором мясо мы сможем затянуть пищевой пленкой хорошенько утрамбовываем чтобы вовнутрь не попадал кислород чтобы мясо не окислялось и и оставляем на засолку на сутки в холодильнике при температуре градуса 4 5 ну как бы так чтобы холодно ему было вот таким вот образом а завтра продолжим на следующий день приступим к приготовлению колбаски шпик мы подморозили немножко чтобы его было удобнее разрезать порезали на кубики размером где-то 5 миллиметров не старайтесь чтобы кубики были у вас идеально одинаковые ну как бы и размер собственно говоря тоже у колбаса сама не толстая поэтому лучше поменьше чтобы не такие как допустим в любительской были ошпариваем кубики кипяточком это делается для того чтобы сало хорошо вмешалось в саму колбасу чтобы она не выпадала у вас потом из батона вот так вот оплавили немножко теперь хорошенько промываем ледяной водой и опять отправляем холодильник для того чтобы она подморозила чтобы она нам не нагревала фарш далее приступим к обработке мяса будем использовать для измельчения самую мелкую решетку которая у вас есть на хозяйстве но мы в данном случае используем решетку с диаметром отверстия 3 миллиметра измельчаем вначале говядину всегда вначале измельчается более твердое мясо далее измельченную говядину отправляем в морозильник друзья все мясо до начала набивки у нас должно быть холодное то есть его температура не должна превышать 8 градусов по цельсию при измельчении на мясорубке и при кутировании кстати вы заметили да что я отделила отдельно свинину отдельно говядину мы будем его отдельно обрабатывать так вот при измельчении при кутировании мясо сильно нагревается поэтому контролируйте температуру если температура вдруг начала подыматься обязательно в морозилку и немножко подморозить иначе получите бульонный отек колбасе далее измельчаем свинину на такой же мелкой мясорубке на такой же мелкой решетки мясо пока не смешиваем смешивать будем чуть позже далее приступим приготовлению эмульсии или кутированию используем небольшой кутер с большим все в порядке потому что сразу же будут вопросы что ваш большой кутер сгорел нет ничего не сгорело просто 700 грамм мяса в большом кутере просто размажется по стенкам ничего от кутировать не получится нам надо приготовить эмульсию ну и как бы заодно вы видите что можно на обычном кухонном оборудовании делать эмульсию фарш мы подборозили немножко температура в данный момент критично просто отправляем сюда фарш крышкой теперь друзья на килограмм сырья 100 миллилитров ледяной воды только ледяной именно ледяной тут ключевое слово если вы готовите с фосфатами если вдруг хотите застраховать себя от отеков тогда можно использовать 150 200 миллилитров колбаса будет сочнее 100 миллилитров воды растворяем приготовленный крахмал начинаем измельчение на небольшой скорости заливаем измельчаем где-то в течение трех минут у нас должна получиться эмульсия постепенно добавляя через три минуты кутирование эмульсия готова вот это вот друзья и есть колбасный фарш видите она такая эластичная достаточно как резина контролируем температуру если температура подбирается к восьми градусов отправляем в морозилку подморозится но у нас я вижу маленький кутер чем меньше и кутер тем быстрее подымается температура у нас я тоже вижу что фарш нужно подморозить следующий этап после охлаждения фарша его вымешивания друзья вымешивание очень важный этап в приготовлении колбас не пренебрегайте им пожалуйста от этого тоже зависит качество полученной колбасы если у вас нету такого подобного тестомеса можно бы делать вымешивание обычным миксером используя насадки для замешивания теста крайний случай можно сделать вымешивание вручную но обязательно его не пропускать потому что многие думают отчетом смешаю тут надо именно не смешать а вывесить ваш чтобы шпик хорошо вмешался чтобы фарш стал запускаем миксер и вымешиваем фарш где-то в течение трех минут до и чуть не забыл друзья на этом этапе добавляем специи если вы кстати готовите с фосфатом то фосфат тоже можно добавить на этом этапе для того чтобы фосфат равномерно распределился по фаршу нужное количество фосфата лучше развести 10-15 ну в 20 миллилитрах кипяченой воды охлажденной до комнатной температуры через минуты получаем совершенно однородный фарш с хорошо вмешаны в него шпиком вот видите шпик полностью вмесился нигде не отстает все хорошо можно фарш переносить шприц для набивки колбас нарезать оболочку ну в данном случае как я уже говорил используем коллагеновую нарезать ее на желаемую длину и замочить в теплой воде на несколько минут приступим к набивке если вы набиваете в одиночку один конец оболочки лучше завязать если вы делаете это вдвоем то лучше не завязывать потому что потом колбасу получится значительно значительно удобнее уплотнить набиваем достаточно плотно но в то же время чтобы не переусердствовать чтобы не порвалась оболочка вот таким вот образом точно также набьем остальные батоны далее если вы работаете с помощником то вот таким вот образом помощник подкручивает колбасу таким образом ее уплотняя и перевязываем с каждой стороны перевязываем жестко потому что колбаска не должна развесся уплотняем со второй стороны но если у вас с одной стороны уже было завязано тогда просто уплотняете с незавязанной стороны и перевязываете вот такие вот батончики получились проводим инспекцию на наличие пузырьков воздуха в колбасе если таковые имеются прокалываем их иголочкой колбаса сразу же подтягивается и заполняет пузырик процедура чисто косметическая чтобы колбаска при нарезке не имела пустот практически нет пузырьков разогреваем духовку до температуры 50 градусов и приступим к этапу отепления помещаем колбасу в духовой шкаф температура 50 градусов конвекция включена этап отепления будет длиться 30 минут для для такого размера колбасы по прошествии получаса повышаем температуру до 90 градусов духовке конвекцию оставляем включенной переходим к процессу обжарки длиться он будет для этого диаметра колбасы 20 минут к окончанию процесса обжарки у нас должна быть готовая емкость с водой например противень с кипящей водой то есть с кипятком который мы поместим на дно духовки для того чтобы приступить процессу паровой варки также нам нужен кулинарный термометр щуп которого мы поместим в один из батонов колбасы для контроля температуры помещаем на дно духовки противень с кипятком отключаем конвекцию и понижаем температуру до 80 градусов в один из батонов помещаем щуп кулинарного термометра для контроля температуры на всякий случай для тех у кого нету термометра я засекаю время сколько у нас будет готовиться колбаса при 80 цельсия но это очень субъективно друзья потому что разный объем колбасы по-разному греют духовки поэтому лучше всегда ориентироваться на именно на фактическую температуру готовим колбасу до достижения внутри батона температуры 68 69 градусов прошло ровно 29 минут видите как выглядит процесс паровой варки огромное количество пара в духовке и что-то у нас тут сигналит время истекло отправляем отправляем колбасу в ледяную воду для того чтобы она охладилась подержим ее в ледяной воде где-то несколько минут ну как несколько неправильно я сказал минут 20 после этого в холодильник чтобы она отдохнула в течение суток а завтра будем пробовать на следующий день колбаска полностью готова она остыла отдохнула набралась специй и можем дегустировать ларис скажи как или резать ровно или по косой я всегда как не порежу лариса мне говорит что неправильно красота какая настоящая говяжья вареночка друзья сейчас разрез крупным планом а после этого дегустация вот так вот на разрезе выглядит чайная второго сорта по рецепту по госту 1938 года кстати колбаска очень ароматная пахнет вкуснячим давайте пробовать всегда когда я вновь готовлю новый рецепт ну вот когда мы с ларисой делаем что-то по этим гостом новое которое еще не делали для меня это как машина времени я ожидаю какой-то вот совершенно новый вкус получить тот который на протяжении последних там 50-60 лет но 30 так точно никто не пробовал друзья кстати чистится отлично тут даже эта штучка слетела часто задаете вопрос колбаса плохо чистится после приготовления вы не даете отдохнуть просто подержите колбасу сутки в холодильнике и она начнет чистится нормально если сразу после охлаждения но я понимаю всех есть соблазн сразу вот охладили сразу же попробовать дано будет чистится плохо аромат но реально это реально мясная колбаса тут ничего не добавить не убавить очень ароматная очень нежная с тончайшим вкусом вообще ну вот говяжий ворот вареная колбасы они мне нравятся больше чем свиные у них более такой утонченный более нежный вкус плюс количество специй которая давно в гостах прошу прощения которая давно в гостах 38 года просто фантастика итак друзья мы воспроизвели для вас рецепт вареная чайная второго сорта по госту 1938 года полностью все технологические процессы вы можете смело готовить у вас сто процентов все получится поэтому попробуйте колбаску колбаска действительно вкусная то есть если есть колбасы которые я говорю она специфическая и и прежде чем попробовали не стоит делать много надо попробовать там с большим количеством специй и чем-то еще то ну частности вот эту колбасу можно смело делать колбаса просто обалденная по поводу сроков хранения тоже часто вы задаете вопросы сколько она может храниться у нас это колбасах хранится в холодильнике до месяца совершенно спокойно ничего с ней не производит не происходит по госту 14 дней но как бы я ну конечно не буду утверждать наверное потому что это ответственность некоторая мы с ларисой храним до месяца эту колбасу в холодильнике в обычном холодильнике не в морозильнике она не теряет никаких вкусовых свойств и ничего с ней не происходит то есть она остается такой же вкусной такой же свежей друзья готовьте колбасу если есть вопросы пожалуйста под видео задавайте их естественно ссылку на интернет-магазин аромат дерево комью а я оставлю под видео на все ингредиенты которые мы использовали для приготовления этой колбасы зайдите посмотрите на этот магазин я думаю что вам понравился ну естественно подписывайтесь на канал не забывайте нам поставить лайк я думаю мы его заслужили ну и друзья до новых встреч мы готовим для вас вкусные колбасы пока